Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, сегодня у меня в гостях Игорь Петренко, политолог. Игорь, здравствуйте. Приветствую вас. Сегодня будем говорить на такие темы. Все идет к Третьей мировой, точнее, наверное, этого очень желает Путин. Где следующая локальная война, ядерная программа у Ирана, и Иран, если проиграет, Россия останется без союзников? Об этом, обо всем будем говорить сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, таблица интервью, короткие вопросы, короткие ответы, три вопроса от украинцев, три от россиян. По традиции, начинаем с вопросов от россиян. Первый вопрос такой. В Израиле все тоже началось с постановки. Это же срежиссировано американцами. Какие расстрелы мирных израильтян? Я вас умоляю. Это просто желание выдать за действительное и отсутствие желания покопаться и разобраться в том режиме, который они непосредственно сами представляют. Поскольку то, что делали... И, кстати, это тоже подтверждает, что россияне тоже это видят. То, что делал Хамас в Израиле, он то же самое делали россияне в Буче, Эрпине, Мощине, Мариуполе и многих других городах Украины. Плохо то, что наши ракеты попадают в православные храмы на Украине. Бог может наказать за такое. То есть самое главное это сооружение храм, а не человеческие жизни, те же русскоязычные, которых Путин хотел все время защитить, и те же православные, которых, очевидно, тоже хотели защитить правильно. Но в целом все сводится к тому, что бедные несчастные начнут храмы. Ну, опять же, печаль – это деформация и деградация сознания человека. Вот поэтому здесь мы с вами, наверное, беспомощны уже. Можно сказать, что Путин сейчас лишний в Кремле, и без него бы все наладилось? Ой, ну, если исходить из того, что Путин – это сборный образ, то есть не один человек, который, условно, принимает все решения, а это определенный способ действий, способ организации власти и в целом общественной даже жизни в России, то, скорее всего, без него нет. Если говорить просто о личности, ну, если исходим с того, что у него там много каких-то, значит, дублеров, которые их там часто используют, ну, тогда это не принципиально. А вот сборный образ Путина и вот этот способ организации, ведение дел в России, ну, он важен для нынешней структуры России. Это были вопросы от россиян. Теперь давайте ответим на вопросы от украинцев. Три вопроса. Первый такой. ООН смогла создать Израиль, но не смогла его защитить. Правильно я понимаю? Ну, там все-таки сложно говорить, что главным драйвером была ООН, ООН здесь больше выступала как средством легитимации этого, скажем, такого процесса, вот, ну, безусловно, приложила, скажем, свою руку. Там больше это все-таки было лобби Израиля, израильтян, но в разных странах, то есть в Соединенных Штатах Америки и Британии, хотя в начале там Британия в меньшей степени она вмешивалась в этот процесс, да, посмотреть, в эту территорию была как раз под ее протекторатом, под ее управлением, вот, поэтому тут можно согласиться в части того, что действительно ООН не владеет необходимыми механизмами для решения подобных, скажем, конфликтов, поэтому здесь нужен новый подход, новые взгляды и, очевидно, вот, реформа. Почему Путин так часто пренебрежительно относится к евреям и Израилю в своих интервью? Ну, смотрите, у него вообще очень много схожего с Гитлером, возможно, тоже есть какие-то свои моменты, но в целом, наверное, это тоже накладывается на само общество, да, вот для Гитлера тоже, ну, кто-то там говорит, что у него там была, значит, нянечка, по-моему, да, которая его там била, издевалась и так далее, но в целом это просто отображало то, о чем говорили в самом обществе Германии, и то отношение, которое было к иудеям, поэтому, скорее всего, россияне большинство, они так и относятся к иудеям так, как говорит Путин, ну, поскольку, ну, для него это ложится на благоприятный грунт, и он ожидает от этого аплодисментов, поэтому он так себя ведет, поэтому здесь не только позиция самого Путина, которая, в принципе, те комментарии, которые мы слышали, эти заявления в отношении действий там Хамаса, ну, это печаль, ну, очевидно, и россияне тоже поддерживают такой подход. Вот они же, как пишут в комментариях, злорадство, да, что вот там поезжали в Израиль, вот теперь идите в Северную Корею или еще всякие такие... Может это происходить, вот это отношение россиян к израильтянам из-за того, что побед нет в Украине? Ну, в том числе, конечно, конечно, они же любые моменты, все, что не происходит, они обязательно используют, показывая, что вот, смотрите, наша победа, даже там в Нигере вот этот переворот, который был, да, или в Нигере, скорее так правильно говорить, и тоже они что-то говорили, что вот мы, значит, наша там победа и все остальное. Да, полностью согласен. Говорят, что в России новую мобилизацию отложили до окончания выборов. Правда? Как считаете, Путин боится протестов? Ну, Путин в целом, он боится всеобщей мобилизации открытой, которая бы проводилась, хотя они, значит, скрытую мобилизацию они проводят, продолжают, будут дальше проводить. Сейчас они уже бросили там резервы на разные направления войны Украины, и нужно их пополнять, формировать новые, а эти резервы достаточно быстро танут в связи с той тактикой, стратегией, которую они используют. Поэтому не будет это оглашение того, что вот у нас всеобщая там мобилизация и все остальное, а скрытая мобилизация дальше будет продолжаться. Не скажу, что он сильно боится. Почему? Потому что он не боится результата выборов, он прекрасно какие-то не будет, но он боится теоретически возможного волнения, которое может произойти, и оно будет не уже на грунте поддержки каких-то оппозиционных сил, а вот на грунте вопроса, скажем, войны. А для этого не было опасно, поскольку продолжение войны, оно равняется продолжению пребывания Путина у власти. Вот в этом заключается его главный интерес. Это были вопросы от зрителей, теперь давайте перейдем к темам, о которых я озвучил в начале интервью. Итак, все идет к Третьей мировой войне. Понятно, что за нападением Хамаса на Израиль стоит Иран, и торчат уши России, а может быть даже и Китая. Вот как вы считаете, сформировалась ли какая-то определенная такая ось зла, и кто в этой оси главное звено? Да, я думаю, что все-таки мы можем говорить об формировании подобной ось зла, и в ней действительно есть Иран, Россия и Китай, и самым мощным и, наверное, мозговым центром все-таки является здесь Китай. Поскольку Иран и Россия — это больше полезные идиоты, страны-изгои, которых Китай использует в те моменты, те инструменты, которыми он сам не может пользоваться. То есть они в войну не играют, они играют больше экономическую экспансию во всех регионах, куда они там заходили, зависимость, хотя эта система дает сбой. Очень многие страны сейчас, особенно в Африке, и не только, и в Азии, они очень осторожно относятся к китайским деньгам, поскольку прекрасно понимают, что это кабала, в которую они попадают, и потом очень сложно с нее выбраться. Поэтому они будут искать новые подходы. А Иран, Россию и другие, скажем, страны, такие прокси, вот они их используют для того, чтобы бить Запад другими методами, при этом сохраняя чистые руки. И вроде как с нами всегда можно договориться, мы все такие вот конструктивные. Тут, ну, безусловно, скажем, событие в Израиле, это имеет свои глубокие корни, Палестино-израильский конфликт. Но то, почему, как, где это, скажем, происходит, на ту реакцию, которую мы увидели и со стороны Китая, и со стороны России, которая фактически поддержала Хамас. И давайте не забывать, что Россия – это та страна, которая принимала делегации. И Хамаса, и Хезболы, и с ними ведут какие-то переговоры, и на выставки тоже они приезжают и встречают. Ну, для любой цивилизованной страны, цивилизованный мир это уму непостижимо, но они это делают. И российское оружие тоже есть у Хамаса. Вот как оно туда попало, может, вторичный вопрос, но в целом есть и достаточно, скажем, новое вооружение, которое они, значит, используют. Вот, поэтому я думаю, что ось эта действительно, она формируется, и это еще накладывается на другие процессы, которые происходят. То есть, с одной стороны, мы имеем вот эту ось зла, скажем, авторитарных диктаторских режимов, с другой стороны, у нас еще есть страны глобального юга, которые, скажем, имеют свои определенные отношения с этой осью зла, но у них немножко другие задачи. Они все-таки больше хотят большего статуса, большего веса геопоэтического, и определенные моменты они тоже могут использовать себе в пользу экономически, да, не вступая, скажем, в какой-то сговор, но используя эту ситуацию. Поэтому сейчас сложное действительно время и сложное испытание для Запада. И чем больше он будет мямлить, и чем больше он будет пытаться заигрывать с риторикой, а давайте не обострять, тем хуже будет происходить. Поскольку события в Израиле на сегодняшний день это тоже следствие слабой реакции Запада на события, начиная с 2008 года, с нападения России на Грузию, потом 2014 год, ну и так далее. И даже сейчас до сих пор, в вопросе войны с Украиной, мы слышим вопрос, что вот мы это не дадим, это вам дадим, ну в вопросе передачи вооружения, да, а вот какая там дальше будет реакция России и так далее. И Россия этим прекрасно, скажем, пользуется. Вот, поэтому в этом самая главная тоже проблема, это в неготовности Запада быть более, скажем, решительной. Задача этой оси, там где Россия, Иран и тихая поддержка Китая, изнурить США и их союзников войнами в разных точках, да, чтобы максимально ослабить вот США как гигамона? Здесь несколько задач. Во-первых, это испытать вопрос прочности союзов в Соединенной Америке. Смотрите, Китай не заключает союзы, у него нету союза, ни с кем. Он не заключает, нету никаких организаций, он, они не создают там НАТО, да, у них есть диалоговые площадки, да, есть там, значит, ШОС, есть там еще там ряд БРИКС, где они, скажем, присутствуют. Это все площадки экономического, социального, культурного, да, там идут такие активные взаимообмены, но военных, политических союзов у Китая у него практически нет, ну нету открытых, скажем, да, а у Соединенной Америки есть, они понимают, что это их, скажем, преимущество. Вот, поэтому они сейчас пытаются испытывать на прочность союзнические отношения Соединенных Штатов Америки. Это, ну, с Украиной там союзнические отношения другого уровня, а с Израилем это совсем другой уровень абсолютно. Вот, поэтому они и тоже вот таким образом пытаются, скажем, бить по авторитету и ставить Соединенные Штаты Америки на растяжку, особенно используя перед выбранную, перед избирательной кампанией, которая уже стартанула в США, и мы видим, насколько она сложна, антагонистична, насколько большая увеличивается пропасть между республиканцами и демократами, по многим, скажем, вопросам. Поэтому они все хотят это использовать в том, чтобы расшатать ситуацию и действительно в целом ослабить влияние Соединенных Штатов Америки и плюс показать, что, ну, не на тех ориентируйтесь, ориентируйтесь на других. Вот и Китай сразу, да, что смотрите, какие мы хорошие, мы хотите, денег вам дадим, а денег мы вам дадим не под реформу, мы вам дадим денег просто так. Вы себе берите, используйте, развивайтесь, а мы с вами будем дружить. Это же тоже такой, скажем, важный момент. Плюс Китай таким образом пытается показать, что ориентацию в целом геополитическую лучше делать на другие центры, в том числе на Китай, на них, да, а не на Запад, поскольку, опять же, вот не успевают, не могут, там не сделают, обязательства не выполняют. Поэтому, если в целом так обобщить, то действительно, это ослабление влияния Соединенных Штатов Америки, ну, скажем, более глубокое, нежели просто присутствие, как, скажем, мирового такого полицейского. Плюс тоже, смотрите, Соединенные Штаты Америки, они же сейчас очень активны в вопросе формирования разных коалиций, вопросов присутствия в разных регионах, даже океания, какие-то даже маленькие острова там, они все равно пытаются быть, присутствовать, находить какие-то общие точки соприкосновения. Это учитывая то, что при Трампе особенно, они вообще отсюда уходили. И это не нравится тоже Китаю. Китаю было хорошо, когда Америка максимально была ориентирована на изоляционизм. Вот, а сейчас им хуже. Вот, поэтому, возможно, действительно, нам стоит ожидать больших точек дестабилизации, поскольку в этом есть большой интерес у ряда игроков. Где следующая локальная война? Тайвань, вроде как, Китай не особо хочет завоевывать, ну, как минимум, военным путем, да? Балкан, Кристия уже пыталась как-то там качать, но тоже, ну, Путин бы, конечно, был очень доволен, но пока непонятно. Заявление Южной Кореи, прессы о том, что Северная Корея там что-то готовит. Где? Теоретически во всех этих точках в том или ином виде это возможно. Сейчас они попытаются выжать все максимальное с сектора Газа, да, с израильской ситуации, того протеста, который есть, поскольку Израиль сейчас на растяжке стоит, да. С одной стороны, им очень хочется отомстить и максимально жестоко, жестко это сделать, но с другой стороны, и наземная операция в секторе Газа, и чрезмерная жестокость, она будет провоцировать более жесткий ответ и, возможно, втягивание в это противостояние других игроков с арабского мира. То есть же Хезбаллы, там, Ливана, прокси-государства, возможно, Сирии. Уже же есть информация. Но они уже бомбили, да, бомбили. Уже запускали они ракеты. Вот, ну, поэтому здесь нужно как-то Израилю, наверное, получить максимальную поддержку со стороны Запада в том, насколько и как он может, скажем, действовать в этой ситуации. И создавать противовесы, в том числе присутствия и войсками, вопросы втягивания других стран. Дальше это может быть все-таки Балканы. Сама Россия, безусловно, вы тут абсолютно правы, не может ничего там создать. Но Россия плюс Китай или, скажем, используя еще других стран, попытаться сделать точку дестабилизации могут. Тем более, что Европейский Союз сейчас рассматривает вопрос расширения не только в контексте Украины, Молдовы, а как раз и Западных Балканов, странно-западных Балканов, вхождение. Вот, поэтому это тоже не очень может нравиться и России, и, скажем, другим игрокам, которые хотят держать эту пороховую бочку с сухим порохом, да, вот, способную именно выстрелить. Поэтому могут попытаться качнуть ситуацию с Косово. Насколько есть возможности, сложно сказать. Но мы же тоже, наверное, не думали, что Хамас будет способен на то, что он сделал в Израиле на сегодняшний день. Поэтому ничего отбрасывать нельзя. Кто будет готов начать Третью мировую войну в том понимании, как мы ее себе представляем? На самом деле, никто не готов. В принципе, как правило, хорошо, давайте по-другому задам вопрос. У кого не хватит мозгов, как у Путина, напав на Украину, чтобы остановить свое желание развязать Третью мировую войну в том понимании, которое мы себе представляем? Не, ну, смотрите, у Ирана и у России, наверное, не хватит как раз. Но здесь ситуация в другом, что пока-пока речь идет об использовании угрозы мировой войны, как таковой, для манипулирования и для выбивания себе каких-то плюшек. Почему? Все очень просто. Смотрите, авторитарные режимы, им легко воевать. Они легко могут мобилизировать массы, они легко могут посылать кучу людей на убой, ничего особо не боясь. Они же схожи все с террористическими организациями. Они сразу говорят, мы готовы умирать, а вы готовы умирать? И ответ у Запада очень плохой на этот вопрос, поскольку ответ нет, не готовы. И авторитарные государства, Иран, Россия, Китай, они чувствуют и понимают этот страх и пытаются на нем играть. Поэтому пока речь все-таки идет на использовании этого страха, когда у Запада более слабая, скажем, позиция, нежели о том, чтобы реально начинать, условно, Третью мировую войну. Но демократия должна быть с кулаками, показала Украина уже. Давайте о ядерной программе Ирана. Иран приближался к проведению ядерного испытания, писали СМИ где-то месяца два-три назад. Значит ли, что нападение Хамас на Израиль произошло, потому что испытания прошли у Ирана успешно и теперь Иран не боится противостоять Израилю? Может и об этом тоже говорить, что прошли успешно, пока, в принципе, такой информации не было, скажем, утечек. Я думаю, что здесь больше, наверное, тоже был стимул не в контексте ядерной программы Ирана, а в контексте как раз того соглашения, которое могло быть между Израилем и саудитами. Это тоже не очень, скажем, нравилось Ирану. Вообще налаживание отношений Израиля с арабским миром, который он сделал, с тем же Египтом, допустим, не очень нравится Ирану. Поэтому здесь даже можно было вот эта попытка. Иран пока прекрасно понимает, что к, скажем, такому открытому противостоянию с ним тоже не готовы, есть у него ядерное оружие или нет. Но в целом тоже все, что сейчас происходит, оно показывает тоже еще один важный момент, что любой террорист всегда будет хотеть ядерное оружие. Это с точки зрения как раз того, что без ядерного оружия тебя могут уничтожить. А вот с ядерным ты будешь тем, с кем будут вести переговоры и какой-то вот, скажем, диалог. Поэтому здесь Иран действительно не захочет останавливаться точно в своей, скажем, ядерной программе, будет пытаться ее реанимировать, реализовать, ну, либо попытаться поторговаться с Западом. Но учитывая то сближение, которое сейчас с Ираном и Китаем, я думаю, что этих торгов и какого-то прорыва точно здесь не следует ожидать. Поэтому главный мотив, думаю, Ирана и поддержки, скажем, Хамаса и того, что они сейчас сделали, это все-таки было не дать Израилю получить еще один успешный кейс в налаживании отношений с другими арабскими государствами. И что? Получилось? Ну, сейчас хорошо, сейчас они уничтожат или там частично уничтожат Хамас и дальше продолжат. То есть, я так понимаю, Хамас рассчитывал на то, что они убьют много израильтян, израильтяне отомстят, саудиты посмотрят на это все и скажут, ну, как можно с вами заключать мер, если вы убиваете арабов? Почти, смотрите, они хотели так, значит, ну, Хамас, они не самоубийцы тоже, значит, у них была какая цель? Цель это спровоцировать Израиль на максимально жесткий, скажем, ответ. И получив этот максимально жесткий ответ, которого еще не было на самом деле, пока они использовали авиацию, точечные удары, освобождали свою территорию, если они могут делать, что хотят, извините, им никто ничего не скажет. А дальше вот эта вот наземная операция, значит, грубая, скажем, жестокость, они что же, опять же, покажут, скажем, там кадры, все остальное, как это происходило. Дальше, допустим, включается в игру Хезбалла с Ливана, а у них уже, если мы говорим о Хамасе, это сколько там, 40 тысяч, то Хезбалла это 80 тысяч как минимум, а то и больше. И они намного лучше вооружены, вы же видели, что у Хамаса, у них есть и ракетные установки, все остальное, ракеты на 80 километров, которые летят, на меньше, больше, и так далее. А у Хамаса с этим еще лучше, у Хезбаллы, прошу прощения, у них более серьезное тоже вооружение, и тогда вот начинается вот такая заруба, и тогда уже ни с руки никому будет заключать какие-то договора, то есть просто не будет на это, скажем, время, а дальше, как это все будет протекать, тоже неизвестно. И понятное дело, что будут потери, и будет очень сложно мирному населению, скажем, во всех, ну и арабам тоже будет, да, но опять же, это все будет ложиться в то, что, ну, достигать каких-то соглашений просто будет невозможно, даже если правительства сами будут прекрасно понимать и видеть всю эту, скажем, игру, они не смогут просто это продать, потом объяснить своему, скажем, населению, вот, и это будет провоцировать внутренний конфликт, поэтому все это достаточно сложно. Пока в пользу Израиля играет то, что арабский мир, он разрознен, и у них сложные очень отношения, да, то есть, чего только стоит противостояние суннитов и шиитов, да, ну, это же просто нерешаемая, скажем, проблема и очень жестокое, скажем, такое противостояние, и на этом, как бы, можно играть, но если это будет чрезмерная такая вот жестокость, показательная, и их никто же не запрещает, да, какие-то инсценировки там делать, и так далее, и вот это будет очень серьезно отягощать отношения Израиля, даже с теми арабскими странами, которые были не против нормализировать отношения. Давайте ответим на очень сложный вопрос. В ответили палестинцы за Хамас? Вот прям тут аналогия такая, в ответили россияне за Путина, а палестинцы за Хамас? Или, возможно, у людей не было выхода, не было возможности противостоять россиянам Путину, а палестинцам Хамасу, вот те, которые в секторе ГАЗа? Ну, смотрите, здесь сложно об этом говорить, мы же не имеем каких-то социологических опросов, которые вы показывали, но давайте говорить так, что, в принципе, Хамас и его самая главная идеология, она построена на том, чтобы уничтожать иудеев, иудеи не имеют права на свое, скажем, государство, и Израиля вообще не должно, скажем, быть, и я думаю, что они находят поддержку со стороны населения сектора ГАЗа и, скажем, других мусульман, на самом деле, вот, поэтому я бы не стал точно снимать ответственность с, скажем, жителей там этого региона, с палестинцев тоже, ну, поскольку я думаю, что они сочувствуют, поддерживают и даже радуются отчасти из них точно тому, что происходило, и это все не берется на пустом месте, да, то есть не может организация или какое-то направление, или быть Путин возникнуть в другой, скажем, какой-то стране, да, то есть должна всегда быть определенная почва, и эта почва, она взращивает эти организации, там, где она взращивает, то все-таки люди тоже несут, скажем, за это ответственности, те, кто поддерживают, те, кто не выступают против, да, те, кто просто даже молчаливо соглашаются со всем происходящим, вот, поэтому я думаю, что мера ответственности, она должна быть индивидуальной, но точно говорить о том, что там у кого-то не было выхода, да, кто-то чего-то там не мог, то, ну, точно нет. Плюс после всех тех войн, которые происходили в Израиле, там же по несколько поколений меняется, и все эти поколения, они усугубляют только ненависть к Израилю, вот, я думаю, что уровень поддержки там есть, достаточно серьезный, а это и конвертируется в разделение ответственности, как по мне. Ну, вот точно, что похоже, это лицо терроризма, что в Буче орки вывозили, стиральные машины, что хамасовцы вывозят все, что возможно только увезти, на осликах вывозят, да, вот, хочется сказать плохое слово, пытаюсь подобрать другое, вот одно лицо у терроризма, это грабить, убивать, насиловать, откуда это вообще все берется? Лицо у терроризма это запугивать в первую очередь, вот, то, что делает и Россия, и все, что они делали в Украине, то, что делает Хамас, это на самом деле запугать, сломить, скажем, желание к тому, чтобы противостоять, вот, откуда это берется? Но, опять же, это все вопрос даже, ну, терроризм, это, скажем, такой определенный механизм, который используют, наверное, тогда, когда мозгов не хватает использовать, скажем, другие механизмы, вот, потому что это, в принципе, самый худший вариант, наверное, действий, а все это берется в вопросе, скажем, ментальности, наверное, отчасти, наверное, ментальности, отчасти это культурная, да, это вот культура, это способ, да, вот освоения, скажем, внешнего мира и построения своих каких-то вот структур, это вот все тоже берется оттуда, поэтому очень следует внимательно обращать внимание, да, на любые заявления и на любые действия, не закрывая глаза, не говоря, что это там не важно, на самом деле это все важно и потом это может привести вот к тому, что мы имеем как в Украине, так и вот скажем, в Израиле, плюс, смотрите, это же тоже последствия, скажем, тех подходов, которые существовали ранее, то есть эти организации, они тоже создавались с определенной целью, да, противостояние, они финансировались сначала одними игроками, потом другими игроками, ну и так далее, поэтому очевидно, это в целом следствие того, что, ну, насилие воспринималось и воспринимается как тот, скажем, инструменты, который можно действительно применять, и если там цивилизованный мир и Запад, он пытается от этого, скажем, отойти, то авторитарные и тоталитарные государства, для них это в целом, скажем, ок, и они как раз играют о том, чем мы уже говорили, да, на вот этом страхе, страхе вовлечения в войну, и это у них пока неплохо получается. Когда в мире придет понимание, что авторитарным режимам нужно отвечать жестко и быстро, заранее, до того, как не началась Украина, как не началась Грузия, до того, как не начался Израиль? Ну, хотелось бы сказать, что они уже это понимают, но пока нет, к сожалению, и здесь нужна целенаправленная полномерная работа по защите, скажем, всей вот этой картины, да, которая существует и способа жизни, поскольку это противостояние, оно намного, скажем, глубокое, вот, поэтому и то, о чем говорит Зеленский в вопросе реформирования разных структур, то, о чем мы говорили в преддверии войны России против Украины о необходимости превентивных мер, это все, к чему нужно прийти, но когда мы к этому придем, пока сложно сказать, дискуссии все равно существуют, мы их видим, и, к сожалению, они не говорят о том, что вот есть уже четкое понимание, консолидация, скажем, усилий, но тут, наверное, нужно еще какое-то более серьезное противостояние, возможно, связанное напрямую с конкретным игроком, сильным игроком, да, ну, вот, и тогда это позволит, скажем, проснуться и понять всю глубину проблемы. Давайте ответим на второй блиц от наших зрителей, напоминаю, тут нужно продолжить фразу, и вот первая фраза такая, желание жить у Путина не позволит ему применить ядерное оружие, наверное. Путин перед самым поражением, продолжите фразу, попытается где-то скрыться и убежать, как трусливый, вонючий поц, застрелиться, у него точно не будет силы. Первый, кто предаст Путина, будет Песков, Медведев, самое близкое окружение, все будут сразу быстренько передавать и говорить, что это не мы, мы были под влиянием, а мы ему говорили не делать так и так далее. То есть там нету какой-то дружбы, идеологической ценности найти, там есть просто способ существования, вот если этот способ существования поменяется, ну вот просто будут смотреть и идут в другую страну. Я помню в одном из фильмов русских было, когда развалился союз и один из спецслужбистов подошел просто поменял картину и отдал честь новому флагу и все. Поэтому там так же будет. С Путиным Запад будет вести переговоры, если? Ну, к сожалению, он ведет переговоры, возможно, не такие там публичные, как это было до полумасштабного вторжения, но определенные уровни согласования там у них есть. Да, на уровне может не высокие должности их, но все равно диалог, он определенный сохраняется. И тут вопрос, наверное, другой, до какого времени будет этот диалог и не стоит ли здесь действовать опять же более жестко, поскольку сейчас мы имеем проседание в жесткости в отношении России. Санкционные пакеты буксуют пока. В вопросе поставок вооружения Украины тоже видим определенные дискуссии. Это очень плохие сигналы, скажем, для Путина, которые позволяют ему поднимать голову и пытаться как-то действовать по-другому и создавать еще больше проблем. И Путин застанет распад России при условии продолжить и фразу. При условии, если он будет дальше оставаться у власти. Игорь, большое спасибо за сегодняшнее интервью, очень интересная аналитика, хорошего вам дня и ждем быстрейшей победы Украины, скорейшей. Путина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...